Новороссия, подразделение легендарного Моторова, наш великолепный боец-разведчик Мася. Мы проводим микроинтервью, опрос, как бойцы отнеслись к известному указу Игоря Ивановича Стрелкова о запрете бранных слов. Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что эта стрельба очень даже правильная, потому что мы все-таки как бы заменили милицейскую власть. Я сейчас нету, в принципе. Мы должны показывать, куда пример. Продолжаем опрос об отношении бойцов к известному указу главнокомандующего о запрете бранных слов. Вот наш боец Тополь, командир расчета АГС, очень хороший боец. Ваше отношение к данному приказу? Я считаю, этот приказ очень даже правильный, потому что в данный момент мы и есть власть в Мовороссии, а люди, несмотря на власть, должны у нас сравняться. А как же будет сравнение, если будем сикарить матом? Да, у нас бывает осталось, когда мы ругаемся, но это не специально происходит. Все мы поддерживаем этот указ, стараемся ограничивать, как можно меньше ругаться. И других пресекаем. Какой человек гамбит, замечательный боец. Итак, ваше отношение к этому? Не читал, если честно. Это правильно то, что запрещено изъясняться бранными словами бойцам? Ну, конечно, правильно. Почему? Ну, мы культурные люди. Правильно. Русские культурные люди всегда были. Это с запада пошли. Отношения к матерным словам. В школах мы теряются, у них везде все тут. В домах. У нас все это трудно, красиво. Правильно? Все понял? Мы православная армия. А как с отношением православия к бранным словам известно? Да. Все понял? Спасибо, брат. Православная... Почему православная брань... Вернее, православие относят к бране, потому что негатив. Если материшься, негатив. Даже если под мином австралов, все же нельзя материться. Потому что ты тягиваешься. Негатив вот так. Так и воюем. Не материмся, и воюем. Продолжаем наш опрос об отношении бойцов подразделения Моторолы. К известному приказу Стрелкова о запрете матерных слов. Вот наш боец. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. Позволь бармен. Я отношусь к этому хорошо, потому что ругаться нам, как можно, меньше. Потому что мы православная армия. И Бог наказывает тех, кто ругается и ведется некорректно. Поэтому я прав, потому что мы армия, а не сброд какой-то. Поэтому меньше нам ругаться. И тот, кто меньше ругается, тот всегда побеждает, выигрывает. Мы верим в Бога. И Бог верит в нас. Мы правы, мы победим. Мастер Ахим выражает свое отношение к данному приказу. Я отношусь положительно к этому приказу. Почему нельзя ругаться? Ну как, ругаться-то можно, но в редких случаях. А вообще, это в ульгарщина. И у нас православная армия. А отношение православных, вранным словам, известно. Да. То есть вы хотите сказать, что мы должны показывать пример? Конечно. Все понятно. Так, продолжение нашего интервью. Известные братья. Позывной водяной, позывной матрос. Одни из лучших бойцов подразделения Моторолы. Итак, ваше отношение к приказу Игоря Ивановича Стрелкова за претие матерной брони. Наши отношения чисто положительные. Мы, люди православные, воюем за идею, за русский мир. У русских мат, бранные слова были редкостью. И только блатная романтика советского периода привела к распространению обширному мата. Считаем это неправильно. Мат нужно искоренять. Ну, правда, да, согласен. В бою, в запале боя, бывает, вырываются некоторые слова, но они к месту. И людям быстрее доходит, когда ты им... Выкладывает несколько иных смыслов. Да, 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 да. Слова многоплавные, одним словом можно объяснить многое. Вот так как-то. Так, брат. Конечно, против, потому что мы солдаты. Солдаты новой страны, Новороссии. И мы должны уважительно относиться к речи, ко всему. И когда мат и мирные жители, это очень некрасиво и плохо. Когда люди говорят нормально, без мата, мирное население понимает, что мы ее защитники. А не какая-то банда, как хотят нас показать, украинские СМИ. Боицы, представьтесь. Джокер. Как вы относитесь к этому приказу? Я отношусь положительно, потому что мы все-таки православная армия. И должны соблюдать то, к чему идут люди. То, что... Ну, понятно, я понял. Мы должны подавать пример. Да, мы должны подавать пример людям и не подаваться вот этой брани, которую пользуются наши враги-фашисты. Понял, молодец. Итак, продолжаем наш опрос об отношении бойцов в легендарном подразделении Моторолы к известному приказу Игоря Ивановича Стрелкова о запрете матерной брани. Это кирпич, он вам известен, награжден Георгиевским крестом, великолепный пулеметчик. Вопрос понятен? Ну, я поддерживаю приказ. Правильно все. Русская... Русский мы православный народ. И как бы все правильно, на приказ. Я поддерживаю целиком и полностью. А вот почему нельзя ругаться таки? Как говорят православные... Скорее, грех. Грех, да. А в бою с ругаться, как, помнишь, как говорил наш отец Виктор, боевой батюшка, это значит притягивать бесов и отгонять ангелорту. Да, да, да. А какая же тогда может быть защита? Продолжаем опрос бойцов и командирова в отношении к известному приказу Игоря Ивановича Стрелкова о запрете матерной брани. Вот наш замечательный шарнир, вы уже тоже с ним давно знакомы. Представьтесь, должность теперь какая у нашего шарнира? Подпоручик группы Моторола. Да, и приказ Игоря Ивановича очень нужен нам, полезный и без матери. Мы его поддерживаем все. Ну вот когда подчиненные все-таки начинают ругаться, ваши действия? Ну, в боях это можно, это как бы всплеск эмоций. Но когда тихо, спокойно, ругаем их за это, наказываем их так-то. То есть мы должны подавать пример населению. Конечно, да. И мирные видели, что мы не какие-то террористы злобные. Добрые люди, защищающие их. Спасибо.